Путин не Гитлер. Мы в какой момент этого видео должны начать паковать чемоданы? Почему очередной-то? Мы их записали море. Ни одного не выложили, давай еще раз. Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых. Об истории сегодня у нас и необычный формат, и необычная тема. Если о втором чуть попозже, то о первом сразу нужно сказать вот что. У нас есть гости, точнее гость. Это Камиль Галеев, историк, автор телеграм и ютуб-каналов Галеев. Привет, Камиль. Добрый день, Егор. Привет, Камиль. Рад тебя видеть. В Петербурге выкраден из бара Фогель. Сегодня будем обсуждать не только историю, не только мертвое, но и, так сказать, самое вообще животрепещущее, ни много ни мало родину. И будем разбирать всякие любопытные мифологемы, связанные с представлениями о нашей прекрасной стране, в которой мы все живем. И давай сразу начнем с первого тезиса. Первый тезис, пожалуй, такой. Когда у нас обсуждают политическую систему со времен РФ, то очень часто употребляют слово Веймарский синдром. Ну, в целом, параллели достаточно прозрачны. Вот у нас была империя, Советский Союз или Рейх. Потом империя рухнула, настал хаос. И постепенно из хаоса собирается вертикаль. Так что, действительно, тут есть нечто общее. Проблема в том, что, когда говорят о Веймарском синдроме современной РФ, часто намекают или подразумевают, что современная РФ — это нацистская Германия, ну, а Путин, соответственно, это Гитлер. На мой взгляд, это совершенно не так. — Литерали Хитлер. Вот это вот классический мем. Но, на самом деле, давай сразу определимся, что, в принципе, вот это вот обвинение кого-то в подобии Адольфу Гитлеру — это, как правило, очень сильно притянутый за уши аргумент. — Абсолютно. — Ну, то есть, я еще не встречал ни одной ситуации, где сравнение, в общем, действительно имело бы право на жизнь. Так что... Но у нас претензии к нему совершенно иные, насколько я понимаю. — К кому? — К тебя. — Ну, в смысле, к представлению о Путине, как об Адольфе Гитлере, как о фюрере, который объединил вокруг себя народ. — Мне кажется, что, когда мы произносим слово Веймара, что у нас всплывает в общественном сознании? Ну, обычно секс, наркотики, рок-н-ролл, там, брулящий Берлин 20-х, Вавилон Берлин, Кабаре, вот это вот все. В культурном плане это может быть и так, но в политическом это все неверно совершенно. Дело в том, что никакого хаоса на момент перехода Гитлера к власти уже давно не было. Во-первых, Веймарская республика была республикой суперпрезидентской. Президент обладал правом уволить правительство, распустить Рейхстаг по своей воле, обладал правом на принятие декретов, имеющих силу законов обхода Рейхстага. Это суперпрезидентский режим. Интересно, что все президенты этим пользовались. Пользовался Эберт, пользовался Гинденбург, ну, потом, естественно, воспользовался Гитлер. — Гитлер при этом не был рейхс-президентом. — Он стал. — Он стал рейхс-президентом до того, что... — Совместили. Он сначала стал канцеллером, а потом совместил в своем лице. Друзья, пока мир охвачен пожарами и коронавирусными ограничениями, одни индустрии из-за этого медленно умирают, а другие, наоборот, в спешке пытаются перестроиться. Но есть одна индустрия, в чьем в завтрашнем дне мы, в общем-то, уверены. Да, друзья, в индустрии IT постоянно растут зарплаты, увеличивается число задействованных в ней специалистов, появляются все новые и новые задачи, а главное — рождаются все новые и новые профессии. И одна из наиболее востребованных из них — это Data Science. Представители которой обрабатывают и анализируют бесконечные объемы информации, которые мы генерируем в эпоху, когда смартфон стал нашим новым органом. Именно эти люди обеспечивают возможности для работы нейросетей, которые паркуют ваш автомобиль без вашего участия, пишут картины и обрабатывают фотографии, ну а еще следят за эффективностью труда несчастных рабов Джеффа Безоса. Прямо сейчас в школе SkillFactory можно пройти курс по Data Science. Через год обучения вы изучите всю необходимую базу, чтобы фундаментально разбираться в предмете, понемногу поработаете с каждой специализацией и станете джуниор-специалистом. Можете после этого решать любые задачи по Data Science. На втором же году вы получите одну из специализаций, в которой будете особенно сильны, а ваши знания будут соответствовать уровню middle-специалиста, которому несложно найти вакансии с зарплатой от 170 тысяч рублей. И освоить эту профессию может, в общем-то, любой из вас, вне зависимости от того, какое у вас образование или кем вы работаете. 80% времени вы будете отрабатывать полученные навыки на реальных кейсах, и вообще в SkillFactory очень много практической работы. Учеба совместима с работой или отдыхом в любом формате, потому что вы сами регулируете затрачиваемое время. Впрочем, не стоит бояться, что вы забудете о курсе, потому что всегда можно рассчитывать на помощь менторов и преподавателей, среди которых будут специалисты из Яндекс, НVIDIA и Eora. А еще уже во время обучения вы можете рассчитывать на помощь карьерного центра, который поможет вам разобраться с работой. В общем, рекомендую всем сомневающимся, не поздно ли залетать в Data Science. Нет, друзья, не поздно. Советую сделать это прямо сейчас, тем более, что SkillFactory можно доверять хотя бы просто исходя из того, какое огромное число людей уже прошло через эту школу. Для наших зрителей действует максимальная скидочка аж на 45% по промокоду REDROOM. Так что переходите по ссылке в описании, открывайте вот прямо сейчас в новой вкладке ее и затем возвращайтесь к нам. Слушай, ну, я... Мне кажется, что, во-первых, тут стоит добавить ко всей этой истории миф о том, что вообще вейморское правительство было каким-то беззубым и беспомощным, хотя вот это суперпрезидентское состояние-то, оно в общем достаточно оправданное, да? Тот же Эберт как бы подавил каповский путь на секундочку. И, в общем, он справлялся с большим количеством политических проблем и с политическим кризисом в условиях кризиса экономического. И, ну, сложно было бы это сделать не будь с там, как бы, сильной центральной власти. В общем-то, это было бы просто невозможно. Согласен. Действительно, очень часто авторитарные структуры, они выстраиваются именно через введение постоянного ЧП. Это обычная ситуация, характерная не только для Германии. Но интересно, что как раз централизация, она прогрессировала. То есть до этого я говорил про централизацию политическую, но то же самое было с централизацией административной. То есть веймор — это достаточно сильные земли. Ну, это... Потому что Германия, она... Это федеративное все равно государство. Как, собственно, что современная Германия, что вейморская. Причем, что интересно, что в старой вейморской Германии был некоторый перекос, которого нет в Германии современной. То есть в современной Германии земли, они, конечно, есть, у них много самостоятельности, но они не очень большие. Нет ни одной земли, которая бы занимала половину территории Германии. А вот в вейморской Германии такая земля была — Пруссия, которая доминировала и по территории, и демографически. И это был такой колосс, который в значительной степени влиял на ситуацию в Германии в целом. И как это часто бывает? Сложилась ситуация, когда правительство Пруссии входит в конфликт с правительством Германии. Вообще, обращали внимание, бывают страны, ну, федеративные по сути, как Советский Союз или Старый Рейх, Второй Рейх, Германская империя. И, в общем, сложно найти еще какие-то примеры. Великобритания, она формально — это унитарное государство, но по факту федеративное. И вот что интересно. Вот в этих случаях есть одна огромная часть страны — Англия, Пруссия, РСФСР, которая обладает непропорциональным влиянием просто в силу своих масштабов. И, в общем, весь федерализм нивелирует в целом. Тут есть вот какая штука. Когда система устойчива, Великобритания, Германская империя, СССР, у этой единственной составляющей части нет собственных органов управления. РСФСР была единственной республикой СССР без собственной партии, без собственного правительства, без собственного КГБ. Все эти функции исполняли союзная партия правительства и КГБ. Похожая фигня была в Германской империи, похожая ситуация в Великобритании. У Шотландии есть парламент, у Уэльса есть парламент, у Северной Ирландии есть парламент. Есть британский парламент? Да, английского нет. Ну, что, в общем, дает некоторым повод обвинять правительство этих стран в колониализме, например. Знаешь, многие наши отечественные правые с тобой бы согласились, но моя логика была немножко другой. Мой тезис то, что если существует одна федеральная территория, которая явно доминирует просто в силу своих размеров, и у этой территории есть собственные органы управления, они неизбежно входят в клинические центральные. Ну, просто не может быть иначе. После того, как у РСФСР возникли собственные органы управления, Советскому Союзу оставалось существовать около года. Вопрос в том, причина это или следствие, с чем мы имеем дело. А я не хочу углубляться в эту тему, я сделал наблюдение. Ну, в целом. Про Германию. Как это обычно бывает в таких случаях. Прусское правительство вошло в клинике с центральным, с правительством Рейха. У этого, естественно, были идеологические причины. Власть Рейха, Гинденбург и те, кто были вокруг него, они были консерваторами, а правительство Пруссии, оно было социал-демократическим. Ну, в общем, оно не могло не войти в клинч. Что сделал Гинденбург? Гинденбург понимал, что он не сможет уволить правительство Пруссии через Рейхстаг, поэтому он провел чрезвычайный закон, свой персональный декрет и уволил их силой. Вообще-то они могли бы дать бой. У социал-демократической партии были собственные отряды боевиков. Боевики были не только у НСДАП, но и социал-демократов тоже. И коммунистов. И вообще у кого их только не было в Германии на рубеже веков-то? У них была полиция Пруссии, подчиняющаяся им, а не центру. Они могли бы упереться, но они решили не идти на эскалацию конфликта, а решили добиваться, в свою очередь, суд. Самое интересное, что суд выиграли. Суд признал декрет незаконным, но в правах не восстановил. А как? Ну, кстати, это вопрос о полномочиях вообще судебной ветви власти Веймерской Германии. Насколько она имела вес и влияние? Ключевой фигурой, повлиявшей на принятие именно этого решения, был Карл Шмидт. На тот момент Карл Шмидт не был сторонником НСДАП. Он был просто атакистом, сторонником сильной власти. Но, будучи сторонником сильной власти единой вертикали подчинения, он сам того не желая, подготовил почву для прихода Гитлера к власти. Он выстроил вертикаль. В точно таком же можно обвинить того же Гинденбурга. По крайней мере, настроения, которые существовали среди политических элит Веймерской Республики, они, может быть, и не отражали напрямую интересы национал-социалистов. Но то, что они определенно входили с ними в некоторый резонанс, все эти идеи и реваншизма, и милитаризма, и сильной властной вертикали, это, в общем... Эти люди потом, наверное, недолго пытались осознать свою горькую иронию, своего, в общем, незавидного положения уже в нацистской Германии, когда старый генералитет просто игнорировался новыми немецкими хозяевами. Я бы не стал никого обвинять. Ну, мы точно здесь не для этого. Но да, я действительно с тобой согласен, ты совершенно прав. Это происходит не только в ходе нацистской революции, но и в ходе очень многих революций, что те, кто приспособствовали приходу к власти новых властей, те, кто им помогали, потом оказываются выброшены на обочину жизни. Ну, как канцлер фон Паппин, который был ключевой фигурой за назначением Гитлера на пост, канцлера, который вошел в правительство Гитлера, но которого уволили и выкинули со всех постов, пока он ездил с визитом в Ватикан. Просто вот так вот. Так что да, это классическая история. Так что, если вы, дорогой зритель, когда-нибудь поспособствуете приходу к власти кого-нибудь, скорее всего, он выкинет вас на свалку истории, как только перестанет нуждаться в ваших услугах. Слышь, на самом деле, мне кажется, тут можно еще одно любопытное наблюдение сделать. Мы так привыкли воспринимать немецкую историю, что вот приход к власти Гитлера, такого великого авантюриста и харизматика, значит, сильно что-то поменял. И до сих пор в Германии, в Новой Германии после 1945 года, где все строится вокруг процессов, которые строят другие процессы, организуют третьи процессы и вообще очень мало влияния имеют личности, даже, ну, в плане в бизнесе, в правительстве, где угодно, да, Германия очень бюрократизированная и очень коллективистская страна. И вот мы как-то привыкли думать, сами немцы иногда шутят, что мы однажды обожглись об одного великого харизматика. Но ведь на самом деле буквально вся история Германии конца 19 века, начала 20 века, это история сильных харизматиков. Это и Гинденбург, и Эберт, и Бисмарк. Гитлер в этом смысле ничего серьезно не изменил. Он в каком-то плане даже продолжил традицию этой сильной лидерской руки. Я с тобой и согласен, и не согласен. Согласен в том плане, что режим, скажем, и Гитлера, и того же Бисмарка, это режим персоналистский. Но я не согласен насчет отождествления природы и харизмы. Почему? Харизма Гитлера – это работа на аудиторию. Гитлер – это прежде всего оратор, который работает на публику. И в этом плане главная причина, почему он побеждал в нацистской партии, побеждал во всех внутрепартийных конфликтах, побеждал более сильных организаторов, людей с более систематическим мышлением и с лучшими способностями к административной работе, типа Штрассера. Он очень круто работал на публику. Бисмарк был совсем не такой. Он, может быть, не очень работал на публику, но он очень хорошо работал на Кайзера. Это, я просто не могу, это оверстресс. Смотри, Гитлер работал в ситуации, когда никакого Кайзера нет. Есть Гинденбург. Да, но он никогда не очаровал Гинденбурга. Да, это правда. Он в значительной степени очаровал его окружение тогда, но не самого Гинденбурга. А Бисмарку ему не надо было очаровать Рейстаг, ему не надо было очаровать публику. Ему достаточно было очаровать Кайзера, чтобы тот назначил его канцлером. Да, конечно, в этом я с тобой абсолютно. Монархическая система работает совершенно иначе. Я почему еще хочу заострить на этом внимание. Вот мы же с тобой сейчас поднимали тему вот этого окружения Гинденбурга, которое убедило Гинденбурга поставить Гитлера канцлером и которое потом всех выкинули на помойку. А как это произошло? Есть президент Гинденбург. Вокруг него всякие там паркетные генералы. Генералы это я так условно. Они могут быть военные, они могут быть гражданские. Но это так или иначе его окружение, которое обладает огромным влиянием на президента и поэтому пользуется влиянием в стране. И вот что происходит. Интересная такая психологическая штука, психологический эффект. Президент обладает практически абсолютной властью. Эти люди обладают влиянием на президента. Поэтому они пользуются властью. А потом они решают, что они крутые сами по себе. То есть вот этот Папин и прочие. Они решают, что я крутой не потому, что Гинденбург меня слушает, а вот я сам по себе такой молодец, красавчик. То есть вот есть такая супер централизованная система, где ты побеждаешь в дворцовых интригах, в паркетных играх, хорошо влияя на первое лицо. А потом ты вот решаешь, что это реально твой уровень такой. Ну что в общем это и есть источник власти. Да. Но потом ситуация меняется твоими усилиями. Первое лицо тебя больше не слушает. И ты внезапно обнаружишь, что ты ноль без палочки. Ты даже не ноль без палочки, ты минус. Потому что ты вот этого Гитлера только что поставил канцлером при предыдущих правилах игры, где у тебя была власть. И сейчас ты думаешь, что он тебе обязан. А это ну совершенно в общем ничем не подтверждено и... Ну собственно так и в революциях очень часто бывает. Почему обнуляются паркетные генералы? Да. Давай вернемся к изначальному нашему посылу про то, что сравнивая современную Россию с Германией прошлого века, мы все-таки имеем в виду Германию совершенно точно не нацистскую, а Германию веймарскую. Да, потому что помимо суперпрезидентского режима, в общем, есть еще о чем тут сказать. Да, помимо суперпрезидентского режима есть еще политическая и административная централизация. То есть мой тезис стоит в следующем. Веймарскую Германию нас воспринимают как хаос, но на самом деле это не хаос. Это построение вертикали из хаоса. Просто потом на эту вертикаль сверху уселся Гитлер. Российская Федерация, это из хаоса построили вертикаль, а фюрер не пришел. В этом я вижу источник разочарования, ангста, экзистенциальной тоски наших имперцев. Потому что наше первое лицо, оно так немножко изображает себя фюрера, косит под фюрера, но мне кажется, что за 20 лет они уже просекли, что это все-таки не фюрер. Нас обманули. Возможно, даже не столько косит. Просто есть люди, ну, есть целые пласты населения, которые очень хотели бы увидеть впереди указующий перст великого вождя. А в общем, это не совсем тот случай. Еще раз, еще раз. Дорогие друзья, почему Владимир Путин совершенно точно литер или не Гитлер, а Российская Федерация, это Веймара, а не нацистская Германия. Я бы ответил на этот вопрос таким образом. Кто такой Гитлер? Гитлер – это один из тех, кого Наполеон называл «лезидиолог». То есть Гитлер – это человек идейный. Это публичный политик, у которого есть определенные убеждения сверхценные, и который, когда приходит к власти, перестраивает всю политику государства в соответствии с этими убеждениями. Путин же с другой стороны – это человек, у которого таких убеждений нет. Это человек не идейный, совершенно не идеолог. Хотя многие бы с тобой поспорили. Ну, то есть, как бы, некоторая видимость, некоторая фиктивная идеология с точки зрения очень многих наших с тобой сограждан, она в реальность за последние, там, 10-15-20 лет проникла и, в общем, не собирается никуда исчезать. Все эти культы победы, там, не знаю, разрешение православной церкви скрывать свои налоги и еще, в общем, набор каких-то странно сочетающихся друг с другом вещей, многими воспринимается именно как идеология. Хотя, конечно, это, в общем, натягивание совы на глобус. Попытка выдать желаемое за действительное. Я бы сказал, что все это не столько идеология, сколько политтехнология. Отсюда именно эклектичность. С одной стороны православие, с другой культ победы. Это попытка понравиться сразу многим слоям населения одновременно. В общем, совершенно функциональный и утилитарный популизм, в общем и целом. Вот. Кстати, свойственный... Мне очень нравится это слово функциональность. То есть, ключевая определяющая черта путинского режима, это то, что его политика определяется в первую очередь функциональными соображениями. Как устроена модель государства российского? Дериватив от нефти. Вот у нас есть приход в долларах, есть расход в долларах, есть дельта между ними. И соображение номер один, мотив государства номер один, это чтобы эта дельта была положительной и не опускалась ниже определенной величины. И очень многие меры, которые могут показаться идеологическими, ну типа запрета импорта продовольствия из ЕС, они на самом деле утилитарные. Не опускать дельту. И почему я это настолько четко проговариваю, почему мне это кажется важным? Потому что для Путина и для путинского окружения, для путинского режима, сохранение этой дельты представляется объективной необходимостью. И это супер важное наблюдение. Почему? Потому что никакой объективной необходимости в мире не существует. Ее не бывает. Ну вот, в одном американском романе 19 века, там был такой эпизод. Достал журналист вопросами какого-то магната и начинает перед ним лебезить извиняться. Ну вы же понимаете, и нам надо на что-то жить. Тот ему, сэр, я не вижу необходимости. Нет никакой необходимости. Объективной. Бывает только субъективная. И вот по тому, что человек считает за объективную необходимость, можно судить, что этот человек из себя представляет. Каковы его убеждения? Кто он вообще такой? И для Путина, для путинского режима, соображение номер один – это сохранение дельты. То есть на самом-то деле Путин – это вообще не политик, он бухгалтер. Эффективный администратор. Эффективный менеджер. Эффективный менеджер, да-да-да. Особенно это четко видно, если сравнить Путин, например, с Эрдоганом. У нас вообще весьма корпоративная структура государства. Это, ну, это же буквально корпорация на ресурсной трубе. Есть тезис, который пытается выдать за аргумент в пользу того, что экономика России не так зависит от ресурса и так далее. Ей часто пользуются в рамках своей защитной риторики сами различные государственные мужи, что, дескать, посмотрите на структуру бюджета. Он же по большей части формируется из налогов на самом деле. А эти ваши нефтедоллары – это как бы сущая ерунда. Но если посмотреть на структуру самих налогов, то окажется, что по большей части это бюджетные деньги, которые изначально поступили вниз с нефтедолларов только для того, чтобы потом подняться наверх. И это, ну, только один из примеров, ну, той довольно неочевидной системы, которая, в общем, существует в России сейчас. И поддержанием которой вполне успешно, надо сказать, занимаются наши административные политические аппараты. Согласен. Вот, например, Турция тоже государство корпоративное. Но там уже который год дельта отрицательная. И нет никаких оснований считать, что Эрдогана или его окружение это сколько не смущает. Потому что Эрдоган, в отличие от Путина, он как раз идеолог. Поэтому никакой необходимости в поддержании положительной дельты он не видит. Вот, кстати, в чем, где-где это пролегает граница между идеологом и неидеологом? Почему султан Эрдоган, который там возвращает Айю Софию в статус полноценной действующей мечети, это, значит, идеолог? А российские власти, не идеологи, когда там на каких-нибудь абсолютно официальных мероприятиях, абсолютно политических и светских, вдруг берет слово патриарх всероссийский, например? Хороший вопрос. Озвучу два тезиса. В режимах вроде российского или турецкого высшая элита, центральная, она лично подбирается первым лицом. Никто не станет министром, никто не станет ведущим силовиком без санкций первого лица. Поэтому характер этого первого лица, он оказывает огромное влияние на характер государственности в целом. Это мой тезис номер один. Тезис номер два. Кто такой Путин и кто такой Эрдоган? Эрдоган публичный политик. Бывший губернатор Стамбула. Уличный политик, начинавший с низов, который свои взгляды продвигал, который за них боролся, который за них сидел. Из неочевидных решений, кстати, вот, например, политик слабого рубля, который, ну, Центробанк, выкупая валюту, конечно же, продавая, выкупая валюту в нужных соотношениях, в нужное время, в эпоху кризисов и перемен, в общем, поддерживает до некоторой степени. Он удерживает курс рубля, когда нужно, отпускает, когда не нужно, но в целом надо понимать, что слабый рубль как-то в свое время, кстати, была слабая иена для Японии. Правда, у них это было для цели экспорта. В общем и целом, скорее, выгоден правительство РФ, которое подсчитывает свои личные доходы и расходы, ну, в смысле, представителям, которые подсчитывают свои личные доходы и расходы в долларах, вот, а в бюджет деньги спускают в рублях. Согласен. Но ты в данном случае сходишь немножко из государственной логики. Не, ну, а мне кажется, она очень четко пересекается с логикой личной людей, которые задействованы в административно-политическом аппарате просто потому что... Ну, помнишь, как, например, во время карантина все беспокоились, как же так, почему у нас никто не заботится о среднем классе? Друзья, нет никакого смысла заботиться о среднем классе, потому что это супер узкая прослойка на самом деле государства российского, которое, в общем, никакой большой игры в нем не делает. Еще более узкая прослойка очень небольшого количества олигархов и приближенных, она как раз делает большую игру. Я бы даже сказал, что главная причина и поддержания слабого рубля, и запрета пармезана, она стоит вот в чем. Каждый доллар, который ты потратил на пармезан, это доллар, не вывезенный на кипрские счета. Очень многое в политике государства российского станет яснее, если принять допущение, что основной концерн, основная забота, это максимизация вывода капитала. Поддержание дельты нужно затем, чтобы обеспечивать этот самый бесперебойный вывод капитала. И в этом я вижу еще одну параллель с Веймаром. Банковская система в РФ выполняет примерно ту же функцию, которую выполняла аналогичная система в Веймарской Республике. Бегство капитала и репарации. Если твой первый тезис я еще мог как-то комментировать, то вот это вот положение я оставлю комментировать админу и прочим людям, которые будут смотреть это на своих стримах за донаты, комментировать с позиции экономистов. Я уверен, что рано или поздно это случится. Давай еще немножечко про характер эмоционально-психологической людей, которые представляют власть в нашем с тобой государстве. Я хотел просто заметить одно маленькое наблюдение, что очень логичное, очень вытекающее, если о чем мы тут говорим, что радикалы в России только оппозиционеры различных мастей. Если посмотреть даже на разные программы Единой России, мы увидим, что это абсолютно центристские положения. У меня был случай, когда мы очень долго спорились с одним моим приятелем о том, что же нужно делать, чтобы обустроить Россию. И в итоге он начал выдавать один за другим очень разумные политические и экономические тезисы. Диверсификация экономики, развитие промышленности, поддержка институтов частной собственности, ну и какие-то такие базовые, очень фундаментальные положения неолиберальные. И я это выслушал и сказал, дружище, ты же буквально цитируешь Владимира Владимировича Путина в том, что он произносит неизменно на протяжении последних двух десятилетий. В смысле, вообще-то говоря, позиция при этом, которую занимают наши власти, она формально очень разумная. Это очень хорошие политтехнологи, люди, которые работают на Единую Россию, это очень хорошие политтехнологи и успех культ победы, например, тому яркий пример. Я действительно согласен с тезисом о технократическом характере российской власти. Это правда. Да, конечно. Он действительно не идеологичен. И в этом еще одно расхождение с нацизмом, вообще тоталитарным режимом 20 века, нацистский режим, коммунистический режим, они в значительной степени были основаны на массовом участии в политике и массовых движениях. Это религиозное абсолютное мышление. То есть массовое включение. И эта массовая политика, она реально была социальным лифтом. Огромное количество народу сделали карьеру через Гитлерюгент, через комсомол и так далее. Кто сделал карьеру через идущих вместе наших главных гвардий? Да-да-да, нашистов. Абсолютно зеро. Может, есть какие-нибудь мелкопоместные барины, которые вылезли из этого за счет нетворкинга, но... Ну, знаешь, я так могу и анархистом назвать, который в Единую Россию вошел Исаев. Можно ли из этого считать, что анархистское движение – это социальный лифт? Интересно, что ведь из-за всех этих заблуждений и, в общем, некоторого мифотворчества, которым занимается не только наша власть, но и которым очаровываются или, наоборот, ужасаются все остальные люди, которые здесь живут, рождается много других заблуждений не столько о характере российского государства, сколько о характере еще и российского общества. То есть представление о большей клирикальности, представление о большей консервативности, представление о большей магичности мышления, скажем. Хотя, в общем, мне кажется, если взять любое более-менее актуальное социологическое исследование, окажется, что россиянин, анархистический россиянин – это очень практичный, очень стремящийся к какому-то материальному успеху, совершенно циничный и очень требовательный к себе, в общем, человек. Это совершенно не бьющий себя в грудь, идущий там резать кого-то в Варфоломееву ночь, коричневый рубашечник, там, не знаю, черный рубашечник, красный рубашечник и любой другой человек, который готов маршировать под флагом. Это правда. Среди западных правых в Европе, в США довольно много русофилов и путинофилов, но 99% из них, они любят какой-то, ну, совершенно фантастический образ России. Это такая вот базированная страна, где в избах суровые бородатые мужики молятся на иконы, а их там традвайвс в платочках, басы и беременные стоят за плитой. Там рядом шесть детишек по лавкам. Про шесть детишек особенно мило, учитывая демографическую кривую России. Аборты запрещены, да. Не спорю, что определенный опил в таком образе есть, но образ-то вымышленный. Реальная Россия совсем не такая. При этом, какие усилия пропагандистские направляются на формирование именно такого образа России на Западе? А, этот знаменитый русский софт-пауэр, вот этот вот, как Екатерина Михайловна Шульман ругалась на все это дело, говоря, что продвигать на самом деле нужно было гречку вместо кино. Российские политтехнологии идеи продвижения России на Западе прошляпили. Да, ну а что, а что? Ну не Russia Today, господи, прости. И Russia Today. И Дугин, я не знаю. А вообще Дугин это очень красиво. Мне кажется, что вообще западные консерваторы, они значительно переоценивают влияние Дугина в самой России. То есть, знаешь, вот есть такая занесенная снегом Северная Гиперборея, где живет тиран, мудрый и справедливый. Живет тиран, мудрый и справедливый, и при нем есть мудрец с бородой до пят, который шепчет ему в ухо на каком-то вообще руническом языке, как обустроить космос максимально правильным образом. Мне кажется, это такая мечта интеллектуэлей еще со времен Платона. Что вот есть тиран и мудрец при нем. Да, да, это архетипичный сюжет. И интеллектуэль, он на самом деле ни о чем так не мечтает, как занять позицию этого мудреца при тиране. Сам про себя правый западный интеллектуэль точно знает, что он эту позицию не займет. Но мечта, что хоть где-то на свете такое возможно, она заставляет его обжествлять Дугина. Слушай, ну не только западный интеллектуэль. Ну то есть, на самом деле, например, российский прогрессивист, он мыслит Россию примерно в тех же категориях. Скорее всего, он живет в центре Петербурга или Москвы. В общем, за пределами этих городов остальной России он бывает редко. В его представлении, в общем, Россия до сих пор не стала прогрессивной демократической страной первого мира, золотого миллиарда и так далее. Только потому, что есть какое-то реакционное большинство, которые изо всех сил этому сопротивляются, сидя по своим избам. И этот ведь образ тоже максимально далек от правды. Ну в смысле, никто же не питает иллюзии на тему популярности путинского режима. В общем, в среде московских либералов вообще известно, что даже если бы выборы были кристально честными, скорее всего, их выбрала Единая Россия, например. Тем не менее, такой образ все равно в культуре существует. Возможно, это как бы подражание карго-культ, собственно, интеллектуалу западному. Насчет Единой России я бы сейчас уже не был так уверен. Тем более, что ее рейтинг, конечно, ниже, чем персональный рейтинг Путина. И в этом, кстати говоря, отличие от массовых движений 20 века. У меня вот у нас под рукой нет данных, мы можем как бы запариться их посмотреть, но я думаю, что мы это на монтаже уже сделаем. Так, давай сразу перейдем к следующему тезису, который мы договорились обсудить. К представлению о том, что среди прочих наших скреп, якобы распространена скрепа семейная. Что Россия это страна кумовства. Вот это, знаешь, зумеры придумали нетворкинг, на кумовство ругаются. Что это страна кумовства, семейных отношений, вообще там политических кланов и так далее. Потому что насчет этого, в общем, я так понимаю, тоже есть очень много вопросов. Да, действительно, про Россию и российский режим часто говорят, как про режим клановый, династический, семейственный. Это все, разумеется, полная чепуха. Если мы посмотрим на западные страны, то увидим, что политические династии, это там совершенно обычное дело. Пьер Трюдо, Джастин Трюдо. Буш старший, Буш младший. Ну и так далее. Даже на центральном уровне таких примеров десятки. А если спустимся на региональный городской, это вообще нормальное дело. То есть в западном мире обычная такая черта политического ландшафта, одна из определяющих черт, это политические династии. Какие такие политические династии вы можете назвать в России? Да их нет. Ну серьезно, за весь постсоветский период единственный, наверное, член высшей элиты, которого можно причислить к наследствиям аристократам, это Гайдар. Больше нет таких. Наверное, если поискать, мы обнаружим некоторую преемственность по отношению к высшим партийным чинам. Я подозреваю, что такого можно обнаружить. Кто был сыном высшего партийного чина? Ну это, наверное, надо... Ну я смотрел, я изучал. Возможно, я не прав или мои данные не полны, но член первого шалона элиты, единственный, которого можно назвать аристократом советским, это Гайдар. Член второго это Никонов, ну внук Молотова. Все остальные из грязи в князи. То есть СССР и РФ это интересные такие общества. Есть коммунизм, нет коммунизма, но династии не складываются. И в этом я вижу принципиальное отличие не только от Запада, но и от Востока. То есть Цзиньпиньон кто-то, он принц. Да, да, да. И вообще, да, исследования социальной мобильности, которые показывают, как она в масштабе работает или нет. То есть есть численные исследования, ну вот принцы, это потомки тех, кто пришел к власти с Мао Цзэдуном. Вот Мао, тех, кто пришел с ним к власти, по большей части репрессировал, но их потомки до сих пор, уже 70 лет спустя, пользуются огромными бонусами. Причина этого, кстати, отдельная вообще интересная тема. И, кстати, Миша Пожарский насчет них неправ в своем видео, он тоже об этом рассуждал. И он неправ, все ненужное биологизаторство, но это неважно. А в чем он прав? Ладно уж, ладно, это я не буду сейчас комментировать. Слушай, ну, кстати, при этом Китай тоже неоднородный в этом смысле, потому что, ну, Гуанчжоу, это, в общем, оплот новой аристократии китайской. Как бы там тоже полно, в общем, персонажей из грязи в князе, насколько я понимаю, бизнес-элита Китая южная. Нет, не согласен. Смотри, ты говоришь о принципиально разных вещах. Я сейчас говорил о партийной элите, в которой огромную роль играют потомки той аристократии, которая когда-то взяла власть с Мао Цзэдуном. Бизнес-элита, это, мне что принципиально, другое. Там непропорциональную роль играют потомки старых, причем не обязательно бизнес, а часто землевладельческих элит, которые Мао Цзэдуном были как раз раскулачены. И в том и в другом случае мы имеем династийность. А в России никакой династийности нет. Вопрос почему? Потому что нечего наследовать, нечего передавать, не существует инструментов, институтов передачи. Там все забирает себе зло и жадное государство после твоей смерти. На самом деле, ну, как бы, вообще-то вопрос, ну, ответ на этот вопрос неочевидный. Где-то лет 10 назад я ездил по Финляндии, и вот в Тампара я остановился в одном финском доме. Когда я уезжал, меня попросили расписаться в гостевой книге. Ну, все, кто приезжают в этот дом, они там пишут о своих впечатлениях. Ну, интереса ради, я пролистал гостевую книгу до самого начала. Ну, посмотри, с чего она начинается. Начиналась она с 40-х годов. С благодарности немецких солдат Вермахта, останавливающихся в этом доме в войну. С их благодарности из гостеприимства и пожеланий зольдатам с глюк. Ну, и там их фотографии в нацистской форме. Что мне кажется тут важным? Даже не то, что финская семья хранит гостевую книгу с 40-х годов. В принципе, есть российские семьи, которые хранят артефакты той эпохи. А то, что она ведет гостевую книгу с 40-х годов непрерывно. Я не могу себе представить русскую семью, которая реально будет этим заниматься. О чем это говорит? Говорит это о том, что у европейцев вообще, и у финнов в частности, есть инстинкт родовой традиции. Инстинктом мы это называем условно. Это некоторая, ну, в общем, некоторая культурная особенность. Культурная особенность заключается в том, что дед, отец, сын поколениями долбят в одну и ту же точку. У россиян этого инстинкта нет. И это имеет очень долгоиграющие последствия. Вот смотри. Бобер, он же не потому строит хатку, что он хочет построить хатку. У него это как раз инстинкт. А потому что он не может не строить ни хатку. Европейцы обладают инстинктом продолжать родовую традицию. Россияне не обладают. Поэтому европейцы строят династии, а россияне нет. Почему так происходит? Ну, некоторые связывают эту особенность с последствиями советского режима. Очевидно. Другое дело, что об отсутствии традиции и преемственности, извиняюсь, плакал еще Александр Сергеевич Пушкин. Потому что для него, например, разрыв между новой и старой аристократией, между служивым дворянством Петровским и старой аристократией был достаточно трагичным. Для него, например, есть в «Медном всаднике» главный герой. Изначально должен был быть главным героем другой поэмы, которую Пушкин не закончил. И там он был как раз потомком рода, который возводил себе чуть ли не Крюрику. А строчки про то, что он там рода своего не помнит. Не помню точную цитату, она в самом начале текста. Она при этом в «Медном всаднике» осталась. Для него это была такая важная проблема еще тогда. Так что, ну, это исключительно к вопросу о том, насколько только советская власть вообще повинна в этом странном явлении. А возможно, эта проблема еще глубже. Знаешь, я как-то говорил с одним историком Древней Руси, и он мне заметил вот что. Он говорит, вот смотри, Камиль, что интересно в Древнерусском обществе? Вот когда мы смотрим на соседние Древние Руси, неважно, на севере или на юге, их всех страшно волнуют собственные корни. Ну, там, как в скандинавских сагах. Я Харальд, сын Олафа, сына Бьерна, тени моих предков стоят за мной. Это все очень релевантно. Это все имеет большое значение для сегодняшнего дня. Ну, понятно, там, в степях то же самое. Для жителей Древней Руси, судя по источникам, это было совершенно неважно. Там Андрей Всеволодович, Анна Ярославовна, есть я, есть мой батя. А дальше ничего. И то в лучшем случае. В великом современном романе товарища Водолазкина в лавре русский филолог, историк Древней Руси в том числе. Ну, большой специалист по Древней Руси и по древнерусскому языку, который пишет, в общем, довольно популярные художественные тексты. В общем, у него есть там, в одном из его романов упоминается, что в течение жизни, там, типа, селение забывает значимого для нее персонажа. Потому что это не в древнерусской традиции хранить о ком-то память так долго. И что там и на могильных камнях, в общем, не найдешь выбитого имени. Да, просто, может быть, для меня это чуть очевиднее, потому что я все-таки представитель другой культуры, татарской. И там все это устроено несколько иначе. Я помню, в ранней юности я как-то общался с одной знакомой и что-то ей там рассказываю. И вот тогда мой прапрапрадед сделал то-то и то-то. Она, ты как бы серьезно там помнишь, что там делал твой прапрапрадед? Я говорю, ну, естественно, я помню. А как же иначе? Она такая, ну, я помню бабушку, дедушку. А кто там был до этого, я вообще без понятия. То есть это было некоторое такое столкновение цивилизаций. Поэтому для меня такие вот различия, они достаточно очевидны. То есть некоторое наблюдение эмпирическое. Я не знаю, как его объяснить, я не знаю, как его концептуализировать. Но некоторое наблюдение стоит в том, что для русских в целом корни не важны, корни незначимы. Традиция не имеет значения. Именно поэтому поддерживать традицию и создавать династию не получается. Это прикольная гипотеза, как минимум. Хорошо это или плохо, вот в чем вопрос. Мы перечислили ряд последствий. Ну, это можно по-разному оценивать. Согласен. У этого есть, возможно, свои минусы, но есть и плюсы. Ну, вообще, традиция это хороший вообще институт сохранения знаний. И сохранения, ну, вообще сохранения чего-либо некоторой информации. Поэтому отрицательные стороны тут как раз скорее очевидны. Я не вижу большого смысла их проговаривать. Но есть и положительные. Например, интересная черта русского общества – это очень низкий уровень ксенофобии. У нас многие с этим не согласятся. Но я был во многих странах. Я был во многих регионах. Уровень ксенофобии в российском обществе низкий. Причем я говорю даже не про восточные европейские соседей. А даже и про западноевропейские страны. Конечно. В немецкой глубинке, разговаривая на русском языке по телефону, идя по улице в какой-нибудь крошечной деревне, услышать себе вдогонку, что в Германии говорят по-немецки, от какой-нибудь озабоченной этим вопросом бабушки – это проще простого. Это прям повторяющийся эмпирический опыт моих знакомых. Бывают интересные кейсы. Я вот помню, научился в Шотландии, и у меня был товарищ, он шотландец, он местный, из Абердиншира. И его родители где-то 30 лет назад переехали из большого, богатого, прогрессивного города Абердин. Кстати, по рейтингам – самый благоприятный город в Великобритании для ведения бизнеса. Переехали в городок Питерхэт. 14 тысяч населения за 50 километров. Час на машине. За эти 30 лет общество не приняло ни их, ни их сына. За 30 лет они не завели местных знакомых. Более того, вот их сын, допустим, знакомится с девушкой, она… А ты откуда? Ну отсюда? Я тут родился и вырос. Не, родители твои откуда? То есть, вот у нас есть богатый, прогрессивный, современный город. Час на автомобиле, и ты в Средневековье. Я не утрирую, это реально в Средневековье. Там очень такое средневековое коммунитарное мышление. Вот в этом 14-ти тысячном Питерхэде, там твердо знают, что худшие уроды на свете живут в соседнем Фрейзербурге. И наоборот. То есть, это дикий уровень ксенофобии, непринятие не только любых чужаков, но и потомков чужаков. Холивары вот с соседним городком. Это такая реально атмосфера 14-го века. Я говорю этому шотландцу. Ну вот знаешь, в России, если я перееду в маленький городок, меня, конечно, не сразу примут. Но через 30 лет я буду уже, в принципе, местный. А мои дети будут на 100% местные. Серьезно? То есть, эта штука, которую пророссию как-то не понимают, недооценивают, уровень ксенофобии здесь низкий. Уровень ксенофобии, уровень свободолюбия, уровень вообще терпимости, потому что именно в значении от глагола терпеть, очень-очень много. Это очень сильно недооцененные вообще качества. Кстати, возможно, именно, в общем-то, базово низкий уровень ксенофобии в России приводит к такому раздражению людей, которых пытаются кормить большой американской медийной ложки с нынешней так называемой повесточкой. Потому что... Кому мы должны быть еще терпимее? Это на самом деле. В принципе... Знаешь, российское общество — это общество, где тебе на улице ничего не скажут, скорее всего, потому что ты просто совершенно никому не интересен. Тебе абсолютно всем наплевать. В больших городах. В больших городах. По крайней мере, в больших городах. Ну, не знаю. Я в 14-тысячный городок. Да-да-да. И ты там будешь всем очень интересен, потому что... А кого там обсуждать? Слушай, ну, еще смотри. Мне кажется, что в России уровень урбанизации на самом деле совсем другой. Ну, то есть, в Европе, на мой взгляд, намного, ну, насколько я понимаю, намного больше, хоть в континентальной, хоть, наверное, в Англии, намного больше того, что мы можем назвать живыми деревнями, да. Типа не вот этими поселениями, не урбанизированными, в общем-то, поселениями, да, куда там со всех крестных этих колхозов уже, в общем, 20-30-50 лет назад съехались, а именно деревни, ведущие, в общем, некоторый натуральный образ жизни, там, ведущие хозяйство и так далее, крестьянство и так далее. Ну, просто, там, за счет общего экономического благосостояния, потому что там можно жить в таких местах. Как бы в России с этим-то посложнее. Я бы сказал так. Если мы говорим конкретно об Англии, то интересная такая культурная черта, которая резко отличает от России. В России деревенская жизнь непрестижна. В целом, престижна жизнь в городе. Если там мы узнаем, что чувак там каждый день мотается там на электричках в Москву из Подольска, мы думаем, ну, бедняга. Не повезло тебе, парень. Да, да, да. А в Англии не так. И не только в Англии, в принципе. Ну вот, например, есть такая линия метро в Лондоне из двух станций, которая ведет с вокзала Ватерло в Сити. Один перегон. Почему? Потому что, ну, Сити, понятно, финансовый центр. И вот инвестиционные банкиры из Сити, они не живут в Лондоне. Они живут в своих поместьях в Южной Англии. И они приезжают на электричках на вокзал Ватерло. И чтобы им удобно было ехать в Сити, для них специально создали эту линию. То есть это массовое явление. Жить в деревне престижно. Ну, там и урбанизация значительно раньше произошла. В общем, достаточно закономерно, что следующий толчок маятника, он в другую сторону. Да, но вот... Ну, в смысле, когда-то же за деньгами, за статусом и за всем прочим благосостоянием ехали именно в город. То, как это сейчас, например, происходит в России. И да, и нет. И да, и нет. В том плане, что в целом, даже вот в раннее новое время, про Средневековье не скажу, но в раннее новое время и в Англии, и в Шотландии было такое мнение, что джентльмен, он живет в деревне, он не живет в городе. И что аристократия и дворянство – это явление не городское. Я вот помню, читал сборник законов города Абердин, и там среди преступлений, за которые лишали городского гражданства, была попытка получить лордство. Если ты домогаешься лордства, тебя лишают статуса горожанина. Потому что ты, получается, хочешь и рыбку съесть. Да-да-да, и все остальное. Вот, выбирай одну из двух. Вот тебе два стула. На одно лордский титул, на другом городская инфраструктура. Да, и ты должен выбрать что-то одно. И в целом действительно есть такое мнение, что высший класс, да, он деревенский. Он в городе не живет. Собственно, это отражается и в рынке недвижимости. Например, штука, которая лично мне интуитивно не очень понятна. Вот в Англии, особенно в Северной, довольно много классных домов, причем часто вот невысоких, там один этаж, два этажа. Викторианских, кирпичных, такая индустриальная архитектура, это когда-то были общежитители рабочих. На мой взгляд, они страшно красивые, страшно привлекательные. В Америке они бы стоили миллионы. В Англии это дешманское социальное жилье, куда селят мигрантов. Ни один человек с деньгами никогда такое не купит. Он купит коттедж, который может и стоит в городе, но выглядит типа как сельский. То есть, даже если я не живу в деревне, я буду притворяться, что я в ней живу. Слушай, я думаю, что ведь это во многом связано с такой банальной вещью, как география. Даже если ты русский дворянин, имеющий там бесчисленное количество душ где-то на задворках мироздания, но от которых до Петербурга, прости меня, как через три с половиной Англии, все-таки, все-таки, если ты живешь даже деревенской жизнью в Англии, скорее всего, ты не дальше, чем в дне пути, там, верхом, а от ближайшего цивилизационного центра, где ты можешь решать свои цивилизованные дела. Россия, например, не может похвастаться таким возможностями зачастую. Даже в масштабах просто центральной европейской части. В этом есть значительная доля истины, но есть еще один момент. Доминик Ливен, британский историк, который происходит от балтийских немцев, которые были светлейшими князьями и одним из крупнейших землевладельцев Российской империи, у него есть классная книга о России. И, например, Empire всем рекомендую. То есть, лучшего краш-корса по российской истории, там, с московского княжества и до СССР, я просто не знаю. И вот у него есть классное наблюдение. Он говорит, в Российской империи практически не было поместьей, которые бы находились в руках одной и той же семьи на протяжении трех поколений. Это очень важная, фундаментально важная штука. Потому что в Англии есть земли, которые находятся в руках одних и тех же семей с 15 века, по крайней мере. Таких много. А в России даже на протяжении 19 века такого практически не было. То есть, даже старые российские землевладельческие семьи, у них не получалось сохранять вот этот самый континуитет. Естественно, что они меньше в эту землю врастали. Ну, этого тоже, в общем, самые разные последствия. Но я думаю, что для нас важно не это отметить, а сам факт нерелевантности огромного количества сравнений России со всякими другими странами, местами, временами и культурными пространствами, которые существуют в российском массовом мышлении. Хоть сравнение с Веймаром, хоть сравнение с гитлеровским рейхом, хоть сравнение со средневековым феодализмом, которым у нас тоже очень любят оперировать, они все, в общем-то, в большей или меньшей степени некорректны. Потому что, друзья, нужно помимо мифологии еще иногда смотреть на какие-то реальные факты и реальные вещи, которые нас окружают. Какой главный вывод мы можем установить? Путин и Гитлер. Путин, да. Он лучше. Путин не Гитлер, он да, да, да. Мне нравится. Не надо держаться за землю, которой много. А то Гитлером станешь. А то Гитлером, да, да. Друзья, не держитесь слишком сильно за то, что у вас есть, а то еще превратитесь в какого-нибудь фюрора. У нас с тобой проблемы вечно с этими выводами, как бы, а не знаешь, то есть тематически связь между всеми этими событиями выстраивается, а как бы конечный, конечный типа билдинг. Ну, там, не знаю, Путин не Гитлер, войны не будет. Войны не будет, да. Не надо бояться. Вот еще. Путин не Гитлер, Россия не Германия, не надо бояться. Нет, 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 нет. Ты недостаточно находчива. Не ссыте, Путин не Гитлер. Да, да, да. Да, я думаю, что вот это, я думаю, что на этом мы прям закончим. Это достаточно торжественная нота для того, чтобы это завершить. Спасибо, что пришел. Тебе спасибо. Очень рад тебя видеть на канале. Друзья, там ссылочки все в описании. Проходите канал Камиля в телеге. Это мой любимый, вообще, без шуток, канал в Телеграме. Я уверен, что YouTube-канал ждет, в общем, большое будущее. Проходите по линкам, все там останется, все останется в закрепленном комментарии. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте комментарии, ставьте лайки, переходите на мой Patreon, подписывайтесь на Patreon Камиля. Там лежат всякие классные лангриды. Вот. И больше мне посоветовать то вам, в общем, и нечего.